Продолжение следует... В общей сложности эта резолюция урежет средства, которые КНДР пускает на свои программы разработки оружия на 800 миллионов долларов в год. Это 25% общего ежегодного дохода страны от экспорта. Впервые ООН наложила санкции на Пхеньян в связи с его ядерной программой и испытанием баллистических ракет в 2006 году. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун назвал последние санкции самыми жёсткими. «Сегодняшняя резолюция включает самые жёсткие и самые масштабные санкции, которые когда-либо накладывал Совет Безопасности. Это очень чёткий сигнал для КНДР о том, что она должна остановить дальнейшие провокационные действия и полностью выполнять свои международные обязательства». Согласно резолюции, также был пополнен чёрный список северокорейских лиц и компаний, которых подозревают в поддержке ядерной программы Пхеньяна. На них наложен запрет на выезд в другие страны. Кроме того, заморозят их иностранные счета. Причиной крушения самолёта в Колумбии стала нехватка топлива. Об этом сообщают источники, ссылаясь на данные, полученные с бортовых самописцев. Перед тем, как лайнер упал, пилот сообщил, что отказала электрическая система и закончилось топливо. Напомним, самолёт следовал чартерным рейсам из Боливии в колумбийский город Медельин. Там бразильская футбольная команда Шапокаэнце, которая летела этим рейсом, должна была в первом финальном матче Южноамериканского кубка сразиться с колумбийцами. Лайнер не долетел до города менее 20 километров. Погиб 71 человек. При этом шестерых обнаружили живыми на месте трагедии футболисты, журналисты и двое членов экипажа. Позже один из футболистов скончался в больнице. Сегодня в Украине на 10% выросли прожиточный минимум и минимальная зарплата. Теперь они составят 1544 и 1600 гривен соответственно. Это повышение плановое, оно было заложено в бюджет. Выросли и другие выплаты по единой тарифной сетке. Оклады в сфере образования увеличатся на 260-450 гривен, а оклад медработников на 246-363 гривны. Минимальная пенсия по возрасту на 117 гривен. Вырастут и другие пенсионные выплаты. Кроме того, с 1 января минимальная зарплата, без учета выплаты всех сборов, составит 3200 гривен. В Швеции открылась крупнейшая рождественская ярмарка страны. Ее проводят в парке Лисеберг в городе Гетеборг. Мероприятию уже 16 лет. В парке есть аттракционы и палатки с сувенирами и едой. Территория разделена на 9 тематических зон. Среди них Лапландия и Зимняя страна чудес. Есть и средневековая деревня. В ней посетители переносятся в прошлое и наблюдают, как рыцари, кузнецы и ремесленники готовятся к празднику. А когда темнеет, территорию парка озаряет рождественская иллюминация. Сотрудники Лисеберга говорят, что пытались создать традиционную шведскую атмосферу праздника. Это деревья, снег, единение. И даже рождественская еда, которую мы едим в Швеции, здесь тоже есть. Но это также санта, костры и традиционные вещи, огни и деревья. С середины ноября в парке проводили полную трансформацию. Его украшали новогодней иллюминацией и гирляндами. И, конечно, устанавливали ели. У нас здесь 1300 рождественских елей, 5 километров рождественских гирлянд и тонны искусственного снега. Что еще? Много света, 5 миллионов лампочек. Это огромное число. Несмотря на северное расположение Гетеборга, обычно перед Рождеством снег выпадает редко. Здесь на самом деле редко бывают снегопады. Но, проходя через центральные ворота, вы видите много снега, снеговиков и другие подобные вещи. В декабре в Гетеборге часто идет дождь. Но в Лисеберге нет. Здесь снег и Рождество. Каждый вечер на ледовом катке показывают балет «Щелкунчик». В остальное время он открыт для катания. Мы каждый год сюда приезжаем, поскольку здесь погружаешься в атмосферу Рождества, особенно с внуками. Тут есть снег, лёд. И хотя не холодно, но ощущаешь мороз. Мы хотели в это Рождество чего-то шведского. Здесь отлично. Столько огней, звучат рождественские песни. Не понимаю слова, но мелодию узнаю. Я только что съела много шведского шоколада, просто чудесного. И мы впервые попробовали напиток. Как он называется? Да, глёк. Очень вкусно. Завершается ярмарка 30 декабря.